Разрешите перед интервью выказать восхищение вашим мужеством и профессионализмом. Мы понимаем, что случившееся с Союзом совсем не ваша вина. Да, такую страну развалили. Нет, мы про корабль. А, да как-то и в этом нашей вины особенно нет. Расскажите нам, пожалуйста, чуть подробнее о том, как проходила проверка корабля перед полетом. Нет, ну я вообще с самого начала ратовал за то, что предполетную подготовку проводил специальные люди, обученные, инженеры. Но пришел Дмитрий Рогозин и сказал, что проверкой будут заниматься люди из его новой специально созданной службы космических батюшек. О них еще, кажется, кей-поп назвали сокращенно. И что вам сказал космический поп? А, ну, значит, что он прошелся по кораблю, сказал, что бесов нет, взлетать можно. Правда, еще зачем-то американца святой водой окропил. А как вообще шла подготовка к полету? Да как бы и подготовки особенно не было. Ну, пришел Дмитрий Олегович, говорит, я вам прочитаю 10 заповедей Роскосмоса. Но потом говорит, что я их не помню, не я же их писал. А потом предложил сфотографироваться вместе, чтобы запостить в Твиттере. А дальше предложил таксу утопить. Кстати, именно поэтому при подготовке индикатора в невесомости послужила игрушечная такса. Это был ваш выбор? Изначально это Дмитрий Олегович предлагал живую, но нам ее как-то жалко стало. Ну, и мы ее подменили на плюшевую. А Рогозин даже и подмены не заметил. А вспоминал ли он потом о заповедях? Вот, кстати, тоже нет. Он каждый раз, когда я задавал ему вопрос, а что же там за 10 заповедей, он говорил, давай я тебе лучше анекдот расскажу. И один и тот же рассказывал. А что еще вам говорил Рогозин? О, он вообще большой любитель о мостах поговорить. Приходил к нам, показывал свои фотографии племянника своего, хвастался. Хотя вроде у него и племянника никакого нет. А потом он начинал со мной о смерти говорить. Как будто готовил к чему-то. А все-таки как шла подготовка? Мы с коллегой очень много работали. Мы занимались на центрифуге, на тренажерах, погружались под воду. Нас готовили к невесомости. Ну, правда, по нашей с ним инициативе. Вообще, у Роскосмоса было только одно упражнение. Дмитрий Олегович, когда мы собирались сесть на стул, подбегал его, выхватывал и говорил, это чтобы вы учились падать. Возможно, это вас спасет. И вас ничего не смутило? А что нас смутят? Мы же профессионалы, космонавты. А как Рогозин отреагировал на само падение? О, вообще очень странно. Он позвонил, был в хорошем настроении и вообще в гости к себе звал на дачу. Говорит, если бы не я, дачи у него никакой и не было. Редактор субтитров А.Семкин